Торнадо Энерджи! От самих разработчиков Давайте это и сделаем Мне тут грамотные люди Подсказали, что это очень похоже На пасхалочку и заключается Она в следующем. Челик смотрит на Лист бумаги и говорит Я вижу три ствола После того, как бумагу переворачивают Он говорит На что похоже три ствола? Правильно На три Перевернутые семерки А потом, самый главный по черному рынку Ему и говорит, пора Но если это смотреть в субтитрах То интонацию можно не услышать И тогда это будет звучать пара А пара это два Вот и получается, что Пасхалочка заключается в том, что 777 2 А это как раз и есть тот самый объект 777 вариант 2, который вы сейчас и видите Правда, видите вы его На китайском сервере В патче 9.22 Это, наверное, самый популярный реплей Который находится в сети Из этого патча Но, ребят Китай у нас давно застрял В патче 9.22 И для вас сейчас Для тех, кто не видел этот реплей Хотя его уже Ну, года два назад Показывал у себя на канале Но, тем не менее Много новых подписчиков Ребят, наверняка не видели Вот так вот выглядела игра До того, как нам ввели Новую HD графику Я лично Поностальгировал Напишите в комментариях Поностальгировали ли вы Короче, ребят Продолжаем разговор Так что Есть предпосылки Это как бы, ну, понятное дело Неофициальная информация Это лишь догадки И попытки читать Пасхалки от разработчиков Также там В пасхалочках Нам намекнули, что будет Танк с ковшом Намекнули на то, что будет КВ-5 в продаже Вот И посмотрим, в общем Что из этого сбудется Теперь более подробно Про 777 Вариант 2 И вообще Если он появится вдруг Внезапно на черном рынке Стоит ли его нам с вами Бежать, хватать Отрывать с руками И так далее И тому подобное Ну, понятно, да? Нужно понимать Стоит ли овчинка выделки Да даже если танк Будет полный шлаг Все равно, я думаю Он разлетится за первую же минуту Но, тем не менее Вы должны иметь себе Отчетливое представление О танке Потому что даже Внутри клиента игры То есть микропатч Который сегодня вышел Есть намеки на то Что часть Лотов будет за серебро Часть за игровое золото А часть будет аукционом То есть Не будет фиксированной ставки Будет что-то типа торгов Кто больше заплатит Тот и заберет себе Соответственно Предложение Но это не на каждый лот Разумеется И так на протяжении недели Нас вот все это ожидает Как я и сказал Ожидаем КВ-5 Танк с ковшом Ну и разумеется 777 вариант 2 Этот танк ребят В клиент добавили В наш ру клиент Добавили где-то В середине прошлого года 19-го И с 10-го уровня Объект 777 вариант 2 Перевели Куда? Как вы думаете? Правильно Перевели его на 9-й уровень То есть на уровень ниже Теперь он СССР Тяжелый танк 9-го уровня Прочность его уменьшилась Сейчас вы видите Она 200 составляет Станет 1850 Удельная мощность 13,5 лошадиных сил На 1 тонну веса Это не очень много И не очень мало Но тяж не будет Слишком такой вот Ну слабенький По подвижности Что касается обзора 380 метров На 9-м уровне Ну Откровенно Ни много Ни мало Ниже среднего Я бы даже сказал Остальные параметры Альфа Ну к такой альфе Мы в принципе На 9-м уровне Привыкли 440 Я напомню Что это тяжелый танк Разброс От 330 До 550 У вас может вылететь Урон в минуту Не блещет Почти 2000 урона В минуту Ну Очень мало Пробитие Такое же Как у ИСа 4 258 Ну и соответственно Если вы будете Стрелять голдой То пробитие У вас будет Кумулятивное Пока что 340 С альфой 440 Я напомню Сведение Меньше 3 секунд 2.9 Разброс на 100 метров 0.42 Ну Как вы понимаете Показатели танка Ну Совершенно не блещет Я уже неоднократно Делал Обзор этого танка И показывал его броню Но Если коротко Говорить о броне Она не очень толстая Но под хорошими углами Плюс У него Ну Я не знаю Как вам показать Модельку его Сейчас Конечно же По сравнению с клиентом 9.22 Поменяли Но Основная фишка Этого танка То что он Как вы видите Заниженный То есть он прижат к земле То есть он маленький Ну нет Он сам по себе Не маленький Он здоровый То есть это все таки Тяжелый танк Но Относительно Вот даже Посмотрите Как он Рядом с другим Тяжелым танком Смотрится Низеньким На Т100ЛТ Чем-то похож Ну конечно Если их рядом Поставить Вы обалдеете Насколько Т100ЛТ Меньше чем 777 Вариант 2 В конечном итоге Все таки Это тяж Вот Башня Ну мы сейчас Миллиметры не будем Разбирать Я вот честно говоря Уже три раза Разбирал миллиметры И каждый раз Уже просто путаюсь В них забываю Нам нужно знать Только башня танкует Или нет Башня танкует Лючки не сильно выступают То есть от башки Играть можно Но углы склонения Прям вот Супер-пупер Там как-то Ну Играть от башки Не позволяют Я сейчас посмотрю Сколько тут у нас Углы склонения У орудия Не могу что-то найти Эти показатели Как вы понимаете Танк еще в закрытом доступе А Угол склонения Минус 5 Ну стандартный Для советских Тяжелых танков В принципе показатель Не выдающийся Ну и не сильно отстающий По броне корпуса Посмотрите Вот там Ну Я не с ним Не делал подсъемки Этого танка Но просто присмотритесь Да Вот так вот ВЛД Просто под дичайшим углом Идет Там еще НЛД Есть Оно не толстое И ВЛД Тоже не толстое Но от него часто Рикошетят По сути Броня у танка Знаете Что-то на 430 Похоже Вообще По геймплею Танк очень на 430 Похож Но чуть менее Комфортный Все-таки 430 У имеется ввиду Опять же На 10 уровне Все-таки Это 9 Ну а в целом Это тяжелый танк У которого Неплохие показатели Маскировки Относительно Других Гигантских Тяжелых танков Все-таки Он прижат К земле Неплохие показатели По подвижности Я вам даже Сейчас скажу Максималочку Где-то я тут И для себя Ее выписывал Итак Максимальная скорость Подвижность Обзор 380 Фронтальная броня Башни Это 258 Боковая броня Башни 225 Ну может быть Кому-то это интересно То есть Как я и говорил Башка Достаточно крепкая Не могу Никак найти Так Кстати Фронтальная броня Корпуса 132 Миллиметра Если вдруг Кому-то будет нужно Вот Максимальная скорость Назад 15 км в час Максимальная скорость Вперед 40 км в час Ну то есть Как я и сказал Он больше на СТ похож На СТ Как если по СТшным меркам Со слабой динамикой Хорошей броней Пушку вы уже поняли Да Ну что такое 0.4 точность Это я уже вам Со 100% экипажем говорю Потому что Ну вряд ли вы будете На 50% катать его Машина будет акционной То есть На нее Можно будет пересаживать Экипаж Любого тяжелого танка СССР Ну вот В общем-то и все Цена в Галде Его сейчас Ну никакая То есть Не надо на нее ориентироваться Если вдруг Все-таки его выкатят На черный рынок Цена его будет Ну просто другая Совершенно Мне кажется Именно этот танк Будет на аукционе Не знаю Вот Такие вот у меня предположения Свои мысли по поводу Прав я или не прав Оставляйте в комментариях К этому ролику Подписывайтесь на канал Ну и не забывайте Лукасы прожимать Это все-таки Очень важно Для развития канала А у меня на этом На сегодня все Ребят Спасибо, что посмотрели И до скорых встреч До новых встреч